МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Дортмунде расследуют взрыв возле автобуса футбольного клуба «Барусия». Для этого федеральная прокуратура Германии попросила полицейских провести следственный эксперимент и повторить нападение на автобус футбольной команды. Перед реконструкцией взрыва полицейские еще раз провели обыски территории вокруг взрывов. Они попытались найти какие-то зацепки по этому делу, сообщили в федеральной прокуратуре. Сам следственный эксперимент полицейские снимать запретили. Но когда он был окончен, журналистам разрешили пройти на место эксперимента. Те смогли увидеть территорию, на которой совершили взрывы и поврежденный автобус. Реконструкция нужна была для того, чтобы определить, как именно было совершено преступление, и найти возможные следы злоумышленников, сообщили в офисе федеральной прокуратуры. Напомним, 11 апреля рядом с автобусом с футболистами «Глуба Боруссия» Дортмунд произошло три взрыва. Пострадал защитник футбольной команды Марк Бартра. У него ранена рука. Автобус ехал на футбольный стадион на матч с командой «Монако». Соперники должны были встретиться в одной четвертой финала Лиги чемпионов. Ответственность за взрывы никто на себя не взял. На месте нападения полиция нашла письмо, в котором речь шла об участии самолетов Германии в операции против ИГИЛ. Полиция расследует возможную причастность исламских экстремистов к нападению. На прошлой неделе по этому делу задержали подозреваемого. Президентские выборы состоятся во Франции уже в ближайшее воскресенье. Однако значительная часть французов пока не знают, за кого голосовать. Об этом свидетельствуют результаты соцопросов. И даже те, кто уже знает, напротив какой фамилии ставить галочку, все равно недовольны набором кандидатов. Они говорят, что голосовать придется не за кого-то, а против всех остальных. Одним словом, выбирать меньшее зло. Мне повезло, потому что я выбрал кандидата, который полностью меня удовлетворяет. Своим голосом я хочу его поддержать, а не проголосовать таким образом против кого-то. Я думаю, что как раз таких голосов будет очень много, потому что многие кандидаты вызывают неприятие. Я буду голосовать только из-за политического расчета, потому что есть люди, которых я не хочу видеть. Я буду голосовать только по этим причинам, а не из-за программ самих кандидатов. Сейчас мне кажется, что творится полный хаос. Я не очень хочу идти голосовать, ведь до сих пор не определилась с кандидатом. По-моему, как-то все безнадежно. Согласно опросам, явка во время выборов будет низкой. Опрос исследовательского центра ЛЭБ показал, что проголосовать готовы 68% опрошенных. Лидерами президентской гонки называют центриста Эммануэля Макрона и лидера ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Лепен. В первом туре, согласно соцопросам, Макрон набирает 24%, а Лепен – 23%. Им в спину дышит республиканец Франсуа Фион и кандидат от левых Жан-Люк Меленхен. В некоторых соцопросах они набирают около 20%. Вследствие неопределенности французов и ожидания невысокой явки, предстоящие выборы эксперты называют одними из самых непредсказуемых за последние десятилетия. На Филиппинах автобус упал во враг. Погибли 24 человека. Еще более 20 пассажиров получили различные ранения. Автобус ехал в город Каранглан. Авария произошла в районе Горного хребта в провинции Нуэва-Эсиха на севере страны. Водитель потерял управление, автобус ехал с дороги и упал с высоты почти в 30 метров. По предварительным данным, причина аварии – неисправность тормозов. Из-за падения у автобуса оторвало крышу. Во время удара почти всех пассажиров выбросило на землю. Местные СМИ пишут, что автобус был переполнен. Официально он мог вместить 45 человек. Однако в нем находились около 60 пассажиров. Всех пострадавших отвезли в ближайшие больницы. Эта авария стала одной из самых смертоносных на Филиппинах за последние годы. На заводе Тесла в американском штате Невада произошла утечка химикатов. Рабочим стало плохо. Часть предприятия пришлось эвакуировать. Одного сотрудника доставили в больницу. Завод, на котором случилось ЧП, производит аккумуляторы. По предварительным данным, в одном из цехов опрокинулись цистерны с несколькими баррелями неопознанного чистящего средства. На место тут же прибыли представители аварийных служб. На то, чтобы устранить утечку и ликвидировать ее последствия, у них ушло несколько часов. По словам властей, жителям Невады ничто не угрожает. Невадская гигафабрика Тесла была открыта в июле прошлого года. Ее строительство еще не закончено. Сейчас полностью построено лишь три блока из запланированных двух десятков. По окончании строительства, это сооружение должно стать самым большим в мире заводом по производству литий-ионных батарей для электромобилей и систем хранения энергии. А также самым крупным в мире зданием. Тесла Инкорпорейтед – американская автомобильная компания, основанная Илоном Маском. Она занимается производством и продажей электромобилей, двигателей и аккумуляторных батарей. В ходе обыска в Доме Принца в жилом квартале Пейсли Парк в окрестностях Миннеаполиса следователи обнаружили в разных комнатах таблетки с маркировкой Уотсон 853. Это полусинтетический опиоид – дженерик гидрокодона ацетафеномена. Он относится к болеутоляющим средствам. Передозировка ведет к остановке сердца. Обыск выявил и многие другие наркотические средства в различной упаковке, отпускаемые по рецептам. Некоторые были выписаны на имя телохранителя Принца Кирка Джонсона. В результате опроса свидетелей детективы установили, что певец испытывал ломку, вызванную, как полагают, злоупотреблением такими препаратами. Принц, которому было 57 лет, найден мертвым в собственном доме 21 апреля 2016 года В качестве причины смерти была указана произвольная передозировка болеутоляющего препарата фентанила. Уголовные обвинения по факту смерти певца не выдвигались. Новый полностью электрический автомобиль от Audi будет представлен на автосалоне в Шанхае. Смотр откроется в пятницу, а сейчас подготовка к нему идет полным ходом. Выпуск купе-кроссовера Audi e-tron Sportback и других электрических моделей – часть десятилетнего плана устойчивого развития немецкого производителя и его китайского партнера по совместному предприятию компании FAW. Это отражает мировые тенденции автомобильной отрасли, говорит член правления Audi Дитмар Фогенрайтер. Он близок к версии, которая будет запущена в производство. Мы сосредоточились на дизайне этого автомобиля, спортивной разновидности нашей линейки e-tron. Производство начнется в 2019 году. Сначала в Европе, затем посмотрим, будем ли импортировать в Китай, либо там же и станем выпускать. Как полагают эксперты рынка, создание гибридных и полностью электрических машин позволит концерну Volkswagen, в который входит и Audi, преодолеть последствия дизель-гейта – скандала с фальсификацией данных о выхлопах в Соединенных Штатах. Клиентам нужны такие решения, которые позволят оптимизировать тему двуокиси углерода. Модели e-tron – это кусочки пазла, переходная стадия от заряжаемых гибридных машин к автомобилям, работающим только от батарей. Версия, представленная в Шанхае, будет иметь мощность от 320 до 370 лошадиных сил. Разгон до сотни – 4,5 секунды. Полный заряд батареи позволит покрыть расстояние в 500 километров. Жители Киргизии и туристы съехались на фестиваль конных игр, который прошел на берегах озера Исык-Куль. Горная долина, расположенная в 250 километрах от Бишкека, наполнилась топотом конских копыт на время, пока наездники и их лошади показывали свои умения. Зрители громко приветствовали любимчиков. Помимо обычных скачек, можно было увидеть народные игры, например, козлодрания, во время которого всадники борются за тушу козла. Фестиваль посвящен 90-летию Исык-Кульского конезавода, говорит одна из его сотрудниц Каймы Шересалиева. Единственный конезавод, который используется в Кыргызстане для показания жизни кочевников, для разведения спортивных лошадей, для показания национальных игр. культуры киргизской. 90 лет, не такая маленькая дата, уже почти один век существует этот конезавод, и народ продолжает развивать свою культуру. Техдневный фестиваль конных игр проходит в Киргизии каждый год. Этим событием киргизы хотят привлечь в свою страну больше туристов. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте нового времени. m-c.tv И на наших страницах в социальных сетях. citizens dapat dissolpering в себе время. Хотела узнать те,lless, которые означали, что были ее предпческими желаниями. Окей, правильный суд. И на население из-за Став congr рисунок. Редактор субтитров субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова г 하는. По восторгу. Продолжение следует. М-ц. Бorge этот результант.